Добрый вечер! В студии Иван Ланин. На телеканале Истронет ТВ вечерний выпуск новостей. Наши корреспонденты расскажут вам о самых важных и значимых событиях Истры и Истринского района. Смотрите сегодня в выпуске. Сельское поселение Бужаровское. Курс на благоустройство и повышение комфортности жизни. Проблемы агрономов Истринского района. Есть ли их решение? В Солнечногорском районе прошли соревнования по спидваю на льду. Теперь об этих и других новостях более подробно. Вчера состоялся ежегодный отчет главы администрации и руководителя сельского поселения Бужаровское. Александр Айропетов и Иван Митюшкин отчитались перед населением за 2015 год. Что успели сделать, а что только предстоит в нашем сюжете. Сегодня мы по традиции начинаем ежегодный отчет главы сельского поселения и руководителя администрации. Иван Митюшкин рассказал о том, как нелегко проходил период становления новой администрации и кадровых перестановок. И это не могло не повлиять на работу администрации сельского поселения в целом. Была определенная реорганизация, связанная, так называемая, оптимизация, проведенная в нашем сельском поселении, я имею в виду, в администрации. Трудности только сплотили коллектив. Курс, который был взят еще на предвыборной кампании, остался неизменен. Благоустройство родного поселения. Надо сказать, что наш курс, взянный нашей администрацией вместе с депутатами, как раз ориентирован на то, чтобы активно, прежде всего активно заняться благоустройством нашего сельского поселения. Глава поселения Александр Айропетов рассказал о том, что успели сделать за 2015 год. В этом году, который прошел, у нас были отремонтированы кровли в многоквартирных жилых домах. Это дом номер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20 в деревне Бужарова. Также был произведен ремонт дорог и внутриквартальных дорожек в поселке Годроузла, в деревне Бужарова, в деревне Алехнова, Сафонтьева, Якунина. Ремонт водопроводных сетей в деревне Алехнова и в деревне Дикова. Ремонт также был произведен уличного освещения в деревне Алехнова. Заменили фонари с установкой на энергосберегающий хлам. Также было произведено благоустройство центральной аллеи по улице Центральной, деревне Бужарова. Александр Айропетов уточнил, что также удалось отремонтировать памятники Великой Отечественной войны и неизвестному солдату, установить ограждение на кладбище в деревне Бужарова, провести работы по озеленению поселения и обрезке сухостоя, а также устранить в текущем режиме проблемы уличного освещения. Большие работы планируется провести в сельском поселении в 2016 году. Продолжится благоустройство внутри дворовых территорий, появятся новые тротуары, запланирован ремонт внутриквартальных дорог, новые детские площадки. Я уже о планах говорю сейчас. Те панельные дома, которые у нас в сельском поселении, здесь вот в частности Бужарова, да, находятся, мы все будем утеплять их. Будем с вами советоваться в отношении отделочных работ с наружной стороны. Почему? Потому что цвета – это ваше приготовление. Вы будете сами выбирать, сами смотреть, как лучше это сделать, в какой форме все это сделать. Иван Митюшкин особенно отметил утепление панельных домов и очистку вентиляционных шахт. А мы пожелаем жителям Бужаровского сельского поселения выбрать самые жизнерадостные цвета домов. Фермеры недоумевают. По новому закону Российской Федерации им теперь каждый год придется заново продлевать договоры аренды на землю. Причем для продления придется еще и выиграть аукцион. Подробнее о проблемах истринских агрономов в материале Фариды Кочетковой. Людмила Корнева по образованию агроном. В сельском хозяйстве она уже больше 20 лет. Работает на арендованной земле. Но вполне вероятно, что в следующем году конкурс на эту землю может выиграть уже кто-то другой. А для фермера это может закончиться плачевно. Пока вопросы законодательно не решены, мы не знаем, как чиновник себя поведет. Мы просто боимся даже с этой землей бежать туда, потому что завтра нас на конкурс вытащат. Куда мы с сыном коровами потом пойдем? Поэтому вот этот вопрос основной, почему и тормозящий, кстати. По новому закону сельхозпроизводители, работающие как ИП, должны участвовать в аукционе и каждый год заново оформлять договоры аренды земли. Но какой смысл производителям вкладываться в участок земли, владельцем которого уже на следующий год может стать кто-то другой? И еще основная проблема в чем? Что, допустим, чтобы посеять, нужно вгожиться в чужую землю, в которую ты не знаешь на следующий год, будешь ты работать на этой земле или не будешь, ты вкладываться не можешь, правильно? Потому что это приличные деньги, чтобы спахать, посеять. В итоге мы работаем полумерами. То есть, маленечко подсеяли, маленько поборонили, а вот так, чтобы перепахать, посеять и получить урожай, более интенсивная технология, мы не можем применять, потому что проблемы тут тоже не лишены. О том, какую помощь государство может оказать сельхозпроизводителям, нам рассказали в районной администрации. Мы готовы, на самом деле, ускорить процесс оформления земельных участков там, где это будет возможно. Если же, скажем так, не получается обойтись, ну, учитывая изменения в земельном законодательстве, которые вступили в силу, сейчас достаточно сложно предоставить земельные участки, минуя аукционы, на которых разыгрывается право аренды или же продаж земельных участков. Но если, скажем так, будет у нас такая возможность, то мы, например, готовы ускоренно в сжатые сроки оформлять документы, помогать с оформлением документов для выхода на аукционы. По словам Людмилы Корневой, работа фермера – это тяжелый ежедневный труд, который не оставляет ни минуты свободного времени. А чтобы оформить все документы, надо потратить не один день. Тут либо по кабинетам бегать, либо производством заниматься. Проблема в том, что, допустим, маленьким хозяйством они нас ставят на уровень с большими хозяйствами. Мы работаем по системе единого селегкозналога, то есть по типу упрощенки, то есть доход-приход, а все наши деньги, которые там пытаются нам помочь, там настолько все это бумага емко, то есть бумага там стойко, что просто нереально их, ну нам, например, некогда за ними бегать. Государство обещает компенсировать часть затрат, если все-таки получится собрать весь пакет документов. Что касается финансового состояния, то, в принципе, его можно назвать как достаточно устойчивым. У сельхозпроизводителей были закуплены единицы сельхозтехники, часть из них была куплена в лизинг. Здесь, конечно, предусмотрен тоже частичный возврат за счет госсредств, компенсация, не возврат, а компенсация денежных средств, истраченных нашими сельхозпроизводителями на лизинг. Пока для того, чтобы получить помощь от государства, нужно пройти семь кругов инстанций, а это, конечно, очень неудобно. Если в ближайшее время процесс оформления документов будет упрощен, то можно надеяться, что плоды работы нашего отечественного производителя мы сможем пожинать в большем объеме. Фредака Четкова, Михаил Моралов, Истранет ТВ. Мы продолжаем нашу серию опросов местных жителей сельских поселений Истринского района. Сегодня наша съемочная группа посетила Ядроминское сельское поселение. По поселку Курсакова Ядроминского сельского поселения безопасно для здоровья можно передвигаться только в светлое время суток. С наступлением ночи все здесь погружается в кромешную тьму. Говоря о проблемах с освещением, жители Курсакова в выражениях не стесняются. Освещение, по-моему, по всему Истринскому району. Я как в Москве, как днем, а у нас как у негра. Извините. Вот приезжайте к нам ночью вечером, с фонариком хожу на работу. Невозможно пройти. Вот горят иногда, иногда вообще не горят. То ли экономия. А у нас проблемы с освещением. Вот идет тропинка до Румянцева, от Туплева. Там постоянно ходят дети в школу, но освещения так и нет. Из шести фонарей горят только два или три бывает. Но это везде такая проблема. Но благоустройство и состояние улиц Курсакова не единственное, что тревожит местных жителей. Молодежь и старшее поколение жалуются, что они лишены даже таких, казалось бы, очевидных благ, как возможность интересно провести досуг. В поселке, застроенном жилыми домами, нет даже простенького дома культуры. Нам обязательно нужен здесь клуб, чтобы куда-то ходили дети, занимались. Вот они ходят вот в это здание на второй этаж, там кое-как какие-то комнатки им выделили. А вообще лучше бы построить, конечно. Дома строят, а клуба нет. Население вообще, нечем заняться. И так бы и старшим населению, конечно, и старым людям нам бы сходить куда-то развлечься. И детям вот где-то заниматься. Вот это у нас, вот это я считаю, что самая большая проблема. Хочется надеяться, что на эти проблемы жителей в ближайшее время отреагирует администрация сельского поселения Ядроменское. Со своей стороны мы будем следить за развитием ситуации и будем информировать зрителей о происходящем. Фрида Кочеткова, Михаил Моралов, Истранет ТВ. Сегодня в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялось собрание по вопросу дальнейшего существования Истринского краеведческого музея. Быть или не быть в Истре Краеведческому музею – давно наболевшая тема, активно обсуждаемая в социальных сетях. Группа активистов предложила разместить отдел Краеведческого музея в стенах музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим». Для этого были приглашены специалисты, сотрудники и руководство комплекса. Проект, который пытались представить организаторы, подвергся резкой критике как со стороны общественности, которая ожидала совершенно другой подачи информации, так и со стороны сотрудников музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим». Концепция выглядит совершенно нежизнеспособной в современном мире. А уж об использовании современных технологий в создании краеведческих маршрутов речь вообще не шла. Вопрос существования краеведческого музея в его истинном понимании остается открытым. Сегодня с неофициальным визитом Истру посетила Оксана Валентиновна Косарева, министр культуры Московской области. Целями ее приезда стали знакомство с городом и осмотр реставрационных работ в Новый Иерусалимском монастыре. Подробности смотрите в нашем выпуске новостей завтра, 26 февраля. 21 февраля в деревне Брехово Солнечногорского района Московской области состоялись традиционные соревнования по спидвэю на льду на кроссовых мотоциклах и квадроциклах MX Speedway 2016. Взрослые и дети боролись за приз главы Кутузовского сельского поселения. Идея начать проводить подобные соревнования появилась 4 года назад. Причем за победу дети сражаются наравне со взрослыми. Так, например, 7-летний Егор, несмотря на падение и даже слезы от испуга, что его снимут с дальнейших соревнований, занял второе место в своей категории. Брехово Солнечногорского района Брехово Солнечногорского района Главная цель этого мероприятия – популяризация мотоциклетного спорта в России и привлечение молодежи к занятиям этим видом спорта, а также содействие подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. И о погоде на завтра. 26 февраля в Истринском районе температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Ближе к вечеру ожидаются небольшие осадки в виде снега. На дорогах все так же гололедится. И это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Следующий выпуск смотрите завтра в 20.00. В студии работал Иван Ланин. До встречи. Ваши новости также могут появиться в эфире телеканала Эстронет ТВ. Если вы стали свидетелем какого-то происшествия или знаете то, о чем невозможно молчать, если ваши права ущемляют и некому помочь, звоните нам. Наши журналисты постараются отреагировать в самое короткое время. Сделаем Истринский район чище, лучше и комфортнее вместе. Звоните нам по телефону Выстре 8 498 31 64444, добавочный номер 171. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова